Продолжение следует... Это уже традиционное, это хорошо, это хорошо, почему? Потому что, ну, с одной стороны, каждый раз вы ставите какие-то новые проблемы, которые выдвигает время, а с другой стороны, складывается ядро постоянных участников, и можно поделиться мнениями, сверить, да, были ли приняты правильные решения, были ли сформулированы правильные мнения на наших предшествующих заседаниях. Это тоже важна такая динамика во времени. Я считаю, эта конференция принципиально важной. Почему? Не только потому, что она проходит и основным организатором ее выступает Арбикон, это, да, один из самых значимых проектов в области информатизации, одна из самых значимых организаций в России, действующая в этой сфере. Не только потому, я считаю, важной, но и потому, что каждый год выдвигаются какие-то новации, выдвигается общество, предъявляет требования, профессиональная среда предъявляет какие-то требования. И в этом году мы находимся, как и всегда, в такой же ситуации. Но, прежде всего, я вам скажу, две, наверное, такие новости, что в пятницу, только в пятницу еще, да, совсем недавно, был принят в третьем чтении новый закон об обязательном экземпляре документа. Ну, точнее, не новый закон, а новая редакция действующего закона. И это серьезно изменит, об этом можно говорить, я надеюсь, вы будете говорить в рамках ваших заседаний, серьезно изменит доступность информации и, понятно, коронационные интеграционные процессы в библиотечно-информационных системах, потому что там речь идет о введении в действие электронной копии издания в качестве обязательного экземпляра. Вот, ну и вторая инновация в нашей профессиональной сфере, о которой мы говорим, последовательно и поступательно набирает обороты. Тоже один из значимых проектов в нашей профессиональной сфере – национальная электронная библиотека. И вот эти две принципиальные вот такие инновации, они бросают вам определенный вызов, на которого должны ответить или просто принять к сведению, что вот теперь мы работаем в таких условиях. Ну и, конечно, я об этом буду говорить в своем докладе. Постепенно меняется социокультурная ситуация в силу того, что на уровне президента Российской Федерации последние года были как бы такой в фокусе, в культуроцентрическом фокусе, вы знаете, год культуры, потом год литературы, теперь год кино, принятос на полагающие документы, о которых я тоже скажу. Это тоже интересно и это тоже важно. Это все создает условия, что нам работать интересно, напряженно и есть что обсуждать. Что я вам и советую плодотворно сделать и с удовольствием в течение этих дней. Продолжение следует...